Приветствую вас, давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Это нормально, когда у тебя работает няня с 11 до 6, и ты её кормишь со своего стола? Няня женщина 40 лет, работает 4-3 раза в неделю, работает уже год. За это время ни разу с собой покушать ничего не взяла, ни банана, ни булки, ничего. Я её взяла для того, чтобы разгрузиться от кухни, но если не успеваю ничего, приготовить прям неудобно. Мне ещё и неудобно, если она голодная ходит, заказываю еду и на неё тоже. Я живу за границей, плачу ей 20 долларов в час, сижу и кормлю, получается, абсурд какой-то. Но и жалко, сидит голодная, просто ужас. Это помимо того, что всегда человеку предлагают с прикусом, что мне с ней делать? Без её там это всё, она ничего особенного не делает, гуляет с дитём и кормит, и играет с дитю 2,2 года. То есть, наверное, 2 года, 2 месяца. Честно говоря, вот, если как-то говорить о каких-то моих впечатлениях от вашего текста, то я бы, наверное, как-то заметил бы напряжение. То есть, вот, то, что, ну, по крайней мере, я почувствовал от вашего рассказа, от вашего текста, это очень много напряжения. То есть, такое ощущение, что вы вот в каком-то, знаете, чуть ли не таком, знаете, постоянном напряжении находитесь. Вот, и у меня, по крайней мере, у меня сложилось такое ощущение, что это напряжение, оно вот как раз даёт о себе, ну, о себе знать, вот, в виде, вот, в том числе, того, что вы описываете. То есть, есть ощущение, что вы себя перегружаете, есть ощущение, что вы, ну, как-то по жизни, да, не очень бережёте, ну, себя, есть такое ощущение, вот. И, соответственно, есть ощущение, что вы пропускаете вот какие-то важные моменты, в том числе, вот, важные моменты, которые касаются, например, ваших личных границ, то есть, это вот как раз история, история про ООН. Ну, вот, история про эту женщину, вот, которая, в принципе, в принципе, которая, в принципе, может быть ничего плохого и не хотела, да, да, то есть, ну, возможно, она даже просто не подозревает, не подозревает о том, что вас это, ну, напрягает. Вы же ей предложили, да, и, соответственно, ну, она согласилась тогда. То есть, как бы, тут... Вот тут вопрос именно вот в том, что касается ваших, ваших личных границ, такое ощущение, что вы, вот, свои личные границы, как раз-таки, не замечаете, да, не чувствуете и игнорируете. Вот, опять же, история про то, что вы загружены к кухней, то есть, вы себя, получается, загружаете очень сильно. И в такой ситуации, конечно, ну, сложно не говорить о том, например, что вы как-то себя все время обкрадываете и так далее. А бросается в глаза, вот, жалость к человеку, да, как бы, ну, совершенно, получается, чужим для вас человеку. То есть, вы испытываете жалость к тому, по сути, ну, по сути, к той, кого вы, ну, вообще, как бы, не знаете, получается, да. То есть, у вас возникает, вот, ну, жалость к этому человеку. И, на мой взгляд, это тоже не случайно, потому что очень похоже. По крайней мере, вот, так вот, если мы говорим, да, очень похоже на то, что вы, вот, переносите как-то, переносите свою потребность, то есть, ну, например, потребность в каком-то наше спокойствие, да, потребность в защите, потребность в любви, вы переносите на вот этого человека. То есть, себе вы это не даете, да, но вот ей как-то совершенно спокойно и совершенно спокойно у вас получается это дать. Вот, то есть, я тут, вот, в данном случае, вы очень похоже, что занимаетесь тем, что называется профлекс. Очень на это похоже. То есть, себе, да, себе я не даю того, что даю другим. То есть, другим я вот как-то, значит, хочу дать, да, другим. А вот себе как-то я вот не даю. Вот, вот, себе я как-то вот, себя я лишаю, вот, этого как раз. И, на мой взгляд, это, конечно, проблема. То есть, это в целом проблема подхода к, ну, к себе, к самой себе, скажем. То есть, так вот вы относитесь к себе. Вот, поэтому в первую очередь надо бы здесь поработать, значит, с личными границами вашими. В первую очередь нужно это сделать. Вот, в вторую очередь разобрать в своих чувствах, то есть, вот, та жалость, которую вы ощущаете, например. Вот, что она, эта жалость, как бы, из себя представляет, да. То есть, что, что она, буквально, что она такое. То есть, ваша жалость, это что? Ваша жалость, это, ну, про что, про что? О чем она, эта жалость? Ваша. Ну, вот, то есть, опять же, если мы хотим, да, вот, как-то разобраться с этим, то нам необходимо вот это все понять. Нам необходимо это все увидеть. То, что вы говорите, вот, что мне с ней делать, да, это вот уже какая-то позиция, знаете, очень похожая, да, на позиция родителей. То есть, вы, как бы, ну, берете ответственность за человека, ну, по сути, вы берете ответственность за человека, который, ну, вам как-то вот, ну, никто, да, то есть, давайте вот как-то называть вещи, да, там, своими именами попробуем, да, то есть, вот, вы, по сути, вот, берете ответственность. И важно, важно здесь увидеть, что вы берете ответственность не просто так. То есть, вы берете ответственность потому, что вам этого, ну, что вам на самом деле, вероятно, этого хочется, вам действительно хочется эту ответственность взять. Вопрос заключается в том, что, опять же, за этим стоит, вот. Я лично думаю, что за этим стоит некая такая вот, ну, внутренняя... внутренняя дефицитность, да, то есть, внутренний, ну, какой-то вот, ну, недостаток внутренний. То есть, скажем так, внутренний голод, давайте вот так это назовем. Ну, некая такая измотанность может быть, некая такая, может быть, эм... эм... усталость от, ну, в целом, вот, эм... своей жизни, да, то есть, вот так как-то. Вот, поэтому, на мой взгляд, эм... смотреть здесь нужно не на то, чтобы, вот, прямо, знаете, вот... что-то делать, вот, прямо с ней, с ней, с ней, вам... эм... ну, буквально здесь, здесь и сейчас, наверное, делать ничего, ничего не надо. Прям, вот, ну, буквально, вот, здесь и сейчас. Ну, вот, но, что действительно, наверное, имело бы смысл это делать, это, вот, разобраться как-то в своей жизни, да, вот, эм... посмотреть, как вы живете, эм... ну, на... начать, начать, да, эм... заботиться о... о себе... о себе начать заботиться. эм... вот, потому что... вы этого не делаете, то есть, вы не заботитесь о... о себе, как... как мне видится. эм... эм... и, собственно, тогда, в таком случае, на мой взгляд, опять же, эээ... решение придет само, то есть, вы сами увидите... то, как вам хочется... ну, обратиться, как вам хочется обратиться... эээ... с эээ... с эээ... с эээ... ну, этой ситуацией. Вот. То есть, вы сами это... это увидите. эээ... сейчас вы этого не видите, именно эээ... в силу, вот, какой-то такой, знаете... тотальной невнимательности... невнимательности. То есть, вот, такая, тотальная невнимательность к... эээ... к себе... у вас получается. эээ... вот, и... собственно, это... это нужно корректировать. То есть, я примерно, ну, ну, плюс-минус, да, знаю... эээ... как... как человеку... ээ... живется за границей, да, то есть, то есть, насколько сам эээ... эээ... бешеный нужно порой поддерживать темп эээ... эээ... жизни, чтобы... эээ... успевать... ээээ... ну, ну, допустим... чтобы успевать... как-то... эээээ... себя обеспечить, да, чтобы вот у вас ещё дети, чтобы детей обеспечить... ээээ... то есть, ну... нагрузка идёт эээээ... достаточно большая в этом смысле, в этом смысле, и... ээээ... я прекрасно могу представить, ээээ... что... в определённый момент, ну, просто, вот, вы начали на себя брать ээээ... больше, чем... ээээ... больше, чем... ээээ... вообще, ну, можете как-то... как-то выдержать, да, больше, чем... ээээ... вам комфортно, и... ну, само собой, вы можете... эээээ... как-то... эээээ... вы можете как-то сказать, что, ну, у меня нет выбора, да, то есть, ну, я... вот... не могу по-другому... ээээ... ну, вот... и... собственно... Собственно, никто вас, ээээ... в этом смысле не заставляет, ээээ... как-то кардинально-то менять свою жизнь, не надо... ээээ... вот... эээ... просто они... ээээ... я бы рекомендовал вам, ну, прям... прямо... прямо вот то, что можно, допустим, сделать здесь и сейчас, да, я бы рекомендовал вам... ээээ... спроси... ээээ... спроси... ээээ... спросить... для начала спросить себя... вот, когда я вижу... эээээ... вот... этого человека... когда я его вижу... ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Но что я чувствую? Какие у меня чувства возникают, да? Что я чувствую к ней, к этому человеку? Какие у меня чувства возникают к ней? То есть, я чувствую к ней, ну, например, только симпатию, допустим. Может быть, я чувствую к ней, там, ну, что-то ещё, что-то ещё, вот, то, чего я, ну, не могу себе позволить, например. Да? То есть, ну, такие моменты. Такие моменты обязательно нужно увидеть, такие моменты обязательно нужно зафиксировать, потому что они очень важны, эти моменты. Эти моменты очень важны. И дальше просто стараться выразить ей, этой женщине, собственно, выразить ей то, что вы чувствуете. Вот. Если вы правы в своём отношении к ней, если вы правы в своём восприятии к ней, то она отреагирует на это так, как... Отреагирует тот человек, который... Которого вы представляете себе. Если же вы, ну, ошибаетесь, если вы видите иллюзию, если на самом деле человек... Несколько другой, вот. То она отреагирует иначе, она отреагирует не так, как вы этого ждали, ну, ждали, не так, как вы этого ожидали, не так, как... Как вот в вашей парадигме она могла бы отреагировать. Ну, вот. И это будет означать разочарование, с которым вам необходимо столкнуться, чтобы увидеть реальный мир. Сейчас, похоже, вы живете в некоторой иллюзии. То есть, опять же... Опять же... Что мы имеем в виду? Человек, который много работает, человек, который очень занят, да, он... Ну... Как бы... Должен этот человек... Он должен... Ну, довольно... Так вот... Строго... Наверное... Себя... Контролировать. То есть, вам необходимо управлять своей жизнью, управлять ее достаточно... Высокой интенсивности. Но... В то же время... А... Никто не говорит о том, что... Эта интенсивность, она везде одинакова. И... Есть само собой... Есть... А... А... Такие сферы... А... Есть такие сферы... Где... Где... Как раз таки нет... Нет контроля. То есть, где вы не контролируете. Вот... Чем... Эээ... Чем... Чем больше... Чем больше... Эээ... Чем больше вы... Контролируете одно. Чем больше, эээ... У вас... Есть... Эээ... Эээ... Вероятность... Того... Ээээ... Эээ... Что... Эээ... начинаются, начнутся определенные иллюзии, вот. Поэтому здесь тоже снижение контроля, да, ну, в определенной степени, вот, ну, в определенных сферах вашей жизни, вот, не во всех, там, там где-то, возможно, приведет к тому, что появятся ресурсы для того, чтобы не идеализировать другие стены. Вопрос заключается в том, можете ли вы это сделать сам. То есть вопрос, вот, очень серьезно заключается в том, способны ли вы это сделать самостоятельно. Я думаю, что в текущих условиях, нет, я думаю, что в текущих условиях вы не способны. Но если вы думаете по-другому, если вы считаете, что можете, тогда попробуйте это сделать, вот. если не получится, да, ну, по той или иной причине, вот, если вы не сможете, то тогда в таком случае обращайтесь к психологу и вам, собственно, вам, собственно, помогут, вам, собственно, окажут помощь, научат, научат, покажут, как, вот, ну, как обращаться с этим, что делать с этим, и, ну, научат, покажут, как дальше жить. Опять же, не в смысле того, что будут давать какие-то советы, нет, не в смысле того, а именно в смысле того, что, ну, приведут вас, приведут, приведут, вас приведут, вас приведут, вас приведут к тому, чтобы вот вы как-то сами до этого дошли, вот. Это всё не так сложно при, ну, при вашем, так скажем, при вашем желании, да, то есть если вы, вот, хотите этого, то это вообще не сложно, но нужно, чтобы вы этого не хотели. Вот, то есть нужно, чтобы вы хотели меняться, а вот пока вопрос звучит так, да, что мне вот с ней делать. Что мне с ней делать? Да с ней, с ней, с ней не надо ничего делать. Это её жизнь, зачем с ней что-то делать? Понятно, да? На этом всё. Надеюсь, что вам это было полезным и интересно, вот, то, что я озвучил. Надеюсь, это было как минимум, ну, надеюсь, как минимум это дало почву для размышлений вам, вот. Заранее извиняюсь, если это было, ну, вот, немножко не то, чего вы хотели и чего вы ожидали, да, потому что, ну, я понимаю, что, я понимаю, что хотите, хотеть и ожидать вы могли, не могли какого-то другого, да, то есть, ну, могли какого-то совета, вот. Но, правда, заключается в том, что психологи не дают советов, вот, и это, на мой взгляд, было бы непрофессионально и неуважительно к вам. Всего вам самого доброго, удачи, обращайтесь.